Еще один танчик, который пылится в закромах нашего клиента, это элитная ПТ-САУ 6 уровня Т-78. Увидал я его, решил посмотреть, что народ пишет, говорит об этом танке. И что же я вижу? Чуть ли не каждый первый пророчит смерть Халкату. Типа, вот она новая имба, вот этот танк будет нагибать, Халкат станет не нужен. Давайте посмотрим, что же такого интересного есть в этом танке. Сначала общие характеристики. Давайте сравним его с теми, кому пророчат смерть. То есть это Халкат, один из моих любимых танков, на котором накатано больше всего боев. И Джексон, тоже ПТ-шка американская, прокачиваемая, 6 уровня. Чем же наш Т-78 от них отличается? Средний урон за выстрел одинаковый, бронепробиваемость одинаковая. Скорострельность орудия у Халката лучше. Раз первый нежданчик. Перезарядка. У Джексона самая лучшая. У Халката и у Т-78 примерно одинаковая. Машины я настроил одинаково, чтобы не было никаких разночтений. Да, у Т-78 башня крутится лучше. Но не особо, не особо не сказал бы, что это будет какое-то большое преимущество. Да, в некоторых моментах Халкат со своей тормозной башней добивает. Но не думаю, что это станет каким-то решающим преимуществом. Пошли дальше. Углы вертикальной наводки одинаковые. Время сведения. Упс, неожиданно у имбы предполагаемой. Оно на 0.3 хуже. Разброс? Тоже на 0.3. На 0.03 правда, но все равно хуже. Средний урон в минуту? Да, чуть лучше, чем у Халката. Но вы попробуйте реализовать этот средний урон в минуту. Никто вам не даст стоять и настреливать. Смотрим дальше. Прочность. Да, на 30 единиц больше, чем у Халката. 30 единиц, это в наших реалиях просто как погрешность сбрасывается. Бронирование корпуса. В два раза лучше, чем у Халката. Но все равно картонное. 25. Это пробивают все. Включая пятые уровни. Включая четвертые уровни, с которыми можем встретиться. То есть броню мы не рассматриваем вообще. Если у Джексона 114 еще во лбу, то все остальное просто картон, который прошивается всем чем угодно. Фугасами просто на футочку. Смотрим по мобильности. Удельная мощность у Халката лучше. Максимальная скорость гораздо лучше. Гораздо. Просто чуть ли не на 20 км в час лучше. Скорость поворота одинаковая. Незаметность. И снова у Халката почему-то лучше. По всем параметрам. Включая обзор. У всех тут стоит сейчас трубы и маск-сеть. И у Халката все равно обзор лучше. Да, на одну единицу. На один метр. Но все равно лучше. Почему люди решили, что этот танк станет имбой. Вот этого я понять никак не могу. То ли какая-то задача есть. То ли люди хотят хайпануть. Кликбейтный заголовок сделать, что это имба. То ли что. На самом деле будет обычный проходной танчик. Ни о чем. Если выбирать между ним и Халкатом. Я возьму Халката. Да, пусть у него башня крутится хуже. Но по всем остальным характеристикам. Он гораздо лучше. И нравится мне больше. Привык я к нему. Единственное фармить. Да, вот на этом танчике фармить. Но на шестых уровнях фармить. Это то еще занятие. На 5-10 тысяч максимум. Больше заработать серебра. Но официально этот танк еще не анонсирован. Так что подождем официальных параметров. Технических характеристик. И там уже будем сравнивать финальный вариант. А пока ждем марафон. Думаю где-нибудь в июле, в августе будет марафон на этот танчик.